всем привет у нас сегодня небольшой обзор товаров для собак будет у нас вот такая вот поилка вот такая вот визуально мягенькая нальем попробуем водичку единственное что она немножко пахнет пластиком я думаю ее нужно будет хорошо помыть и хотя бы сутки ей выветрится потому что запах пластика стойки потом у нас вот такая поилочка походная марки у них разные бывают кто trixi кто еще как-то в общем визуально вот такая вот такие вот поилочки начнем с плюсов этой поилки том что она мягенькая прозрачная видно сколько воды имеет вот такой эластичный хвостик который здесь есть крючочек он продевается если у вас пояс для каникроса то есть это удобно вот можно сделать вот такое колечко то есть можно вот так вот на руку сделать из небольших нюансов это то что нужно приноровиться когда она полная она набирает воду хорошо если вот так пузырится водичка значит у нас сама крышка закручена не плотно нужно ее поплотнее вот тогда водичка нас вытекает с более меньшими пузыриками вот и вот удержать воду тяжело из таких моментов когда собачка попила слюна может оставаться здесь эту водичку можно просто вот так стряхнуть лишнюю если она не выпила и набрать и еще раз выдавить сам сошенька водичку будешь будешь водичку попробуй проэкспериментируем куся пачка давай водичку попьем в общем собачкам понравилось вот в общем и такую бутылочку рекомендуем удобная если если мы ее допустим там она в сумке перевернется то она бежать не будет вот за счет того что трубочка у нас здесь вверху то есть там водичка которая в трубочке останется она может еще так вот прокапывать но с нее она не убежит поэтому такую паилочку рекомендую есть у нас еще вот такая паилочка из плюсов что мне очень в ней нравится можно одновременно напоить две или три собаки то есть она большая вот вместительная и собачек если много где-нибудь там на выезде допустим на соревнованиях там угостить кого-то то это вариант самое но единственное что бутылки тогда надолго не хватит принцип работы у нее такой как у старых моющих средств там есть такой колпачок его надо поднять чтобы выливалась точно также и здесь мы берем вот так до щелчка вот до щелчка из бутылочки переворачиваем наливаем скажем так когда мы ее покупали она не воняла в отличие от вот этой бутылочки нужно будет дать выстояться на улице выгонятся потому что у нее немножко неприятный запах вот из плюсов еще этой бутылки что здесь широкое горлышко что удобно набирать воду допустим даже если у нас где-нибудь родник течет то можно зачерпнуть вот в этой набирать неудобно то есть под крана скажем так только оттуда вам можно набрать ну либо с бутылки перебивать очень-очень аккуратно то есть принцип у нас такой что мы дернули до щелчка перевернули и водичка у нас побежала вот здесь отпустили вода перестала бежать собачки попили надо еще поддавить еще поддавили но в этом случае как от предыдущая водичка назад бутылку не уйдет поэтому нужно сливать если лишнее но скажем так это не минус потому что тут бывают остаются слюнки собачьи может быть какой-нибудь мусор с пасти поэтому слили защелкнули закрыли повесили на крючочек это очень удобно тоже по илочка пить хочется да ну давайте воспользуемся нашей новой модной бутылкой паилка сейчас покажем как мы с зелененькой если напоить нужно двоих собак плюсы аквадок удобно пользоваться в машине поезде потому что можно не выливать остатки экономия воды трикси не прольется в рюкзаке сумки можно сжимать переворачивать можно напоить сразу двух собак если видео было полезным для вас ставьте лайк подписывайтесь на канал будет еще много чего полезного и интересного всем пока с вами были crazy самоеды